здравствуйте дорогие друзья я вас всех приветствую на сегодняшнем в сегодняшнем эфире у нас как всегда с вами второй прогноз на неделю по всем знакам зодиака и смотрим мы на следующую неделю то есть 18 по 24 ноября вы знаете так как от вас не пришло не пришло никаких определенных вопросов да вот и не мне пришла такая информация что надо все-таки спросить спросить карты вот что будет вас интересовать то вот какой прогноз по каким определенным вопросам вот и я выделила три вопроса первый вопрос финансы второе отношение и третье эмоции или знаете очень карты интересно показали что финансы сейчас очень интересует очень многих людей почему интересует потому что есть страхи та информация которая нам дается которую мы слышим читаем неважно любая информация она вся негативная по поводу финансов и конечно же людям очень интересно узнать куда нам влаживать деньги на долгосрочный срок что будет с деньгами то то есть как бы такой момент даже судьбоносный немного потому что однозначно его никто не может изменить вот то есть как бы куда бы деньги были не вложены чтобы как бы не случилось нет из ну то есть как бы от вас это абсолютно не зависит все что вы можете это действительно довериться не знаю доверить свои деньги ну именно я не знаю как сказать организации банку без понятия там что у вас есть такое чтобы довериться именно быть уверенным да что действительно у вас эти деньги останутся вот по поводу отношений здесь тоже очень интересно показали карты тоже очень важный вопрос и важный почему потому что на данный момент есть моменты какие-то когда мы находимся в таком положении когда мы не знаем перед выбором даже да когда мы не знаем что нам сделать куда пойти как бы мой партнер это мой партнер смогу ли я быть с ним всю жизнь да мои отношения с партнером по бизнесу в моей работе да то есть как бы любые отношения и вот этот вопрос очень интересен очень важен и опять же он связан все таки с какими-то финансами то есть если у меня хороший партнер по бизнесу или у меня муж жена то есть как бы мы друг друга понимаем то есть и можем даже копеечку где-то вдвоем пересмотрите что-то ну вы знаете однозначно вот работа да вот именно что семейная что партнерские отношения что работа да то есть начальник тоже здесь тоже как бы играет тоже большую роль то есть это отношения в общем вот а по поводу эмоций и карты показали так интересует и очень и что карты говорят как надо действовать на данный момент в этом эмоциональном состоянии потому что для того чтобы действительно у вас не было депрессии чтобы у вас не было каких-то моментов когда правы ну здесь даже не то что депрессия у нас есть такие состояния когда я люблю вот это говорить наверное постоянно она у меня так знаете вот когда хочется напиться да вот бывает у людей такие состояния знаете не надо напиваться что говорят карты заинтересуйте себя чем-то да и не знаю интересует вас спорт интересует вас обучение то есть построить для себя решить и выяснить что для вас будет важно именно в эмоциональном состоянии то то есть потому что вот если брать вообще общее да вот эту карты показывают что конечно у многих есть момент не видение так когда мы не знаем куда мы идем что мы делаем да то есть внутренний мир какой-то у нас знаете вот возможно некоторые моменты не хочется не видеть не знать не слышит а вот поэтому любой любой вопрос который я сейчас задам картам это финансы то ли это отношение то ли это ваши эмоции да это будет все для вас важно и очень очень полезным и будет возможно узнать даже совет от карта на следующую неделю вот поэтому вы знаете я наверно выберу финансы я сделаю абсолютно маленькие расклады и вопрос буду задавать действительно очень узкий да узкий в каком плане вот следующей неделе там стоит ли влаживать то стоит ли делать большие покупки да вот вообще вот как как для каждого из вас то есть для каждого знака зодиака и конечно же для тех кто будет смотреть это естественно когда вы это не смотрели будете смотреть вы сейчас со мной будете вы смотрите это завтра послезавтра или в концу не и концу недели то есть однозначно это все для вас проиграется вот потому что как бы это реально тогда когда вы нажмете на кнопочку play вот поэтому посмотрим и все-таки с вами финансы сейчас я беру карты потому что хотелось вам конечно с вами об этом поговорить да вот как говорят карты ну что у нас еще скорпионы до 22 числа там еще как говорится начнем мы с них ну что финансовая вот давайте вот так спросим видите как пришел финансовое положение на следующую неделю для скорпионов с 18 по 24 ноября какое не финансовое положение на что нужно обратить внимание это у нас скорпионы ну что скорпионы на что вам нужно обратить внимание обратите пожалуйста на информацию которую вы получаете да потому что информация будет очень для вас возможно она очень будет такая полезная и вы прям будете знать куда вам влаживаться да и самое интересное есть у вас что вложить есть вам что купить то есть и и у вас внимание даже будет больше акции ну как бы сконцентрировано на то что вы хотите сделать вложение и ну как бы на рост да то есть возможно вложить в бизнес вложить допустим в какой-то проект но не важно да что вы там решите себе то и для вас это будет даже очень такое важное время у нас все таки еще полнолуние там как бы сегодня еще тоже такой день как у нас луна все таки еще полная вот и вы знаете все что вы заложите на следующей неделе то собирайте вот эту информацию и это будет вас как бы на будущее на через месяц до до следующего полнолуния вот у вас однозначно это проиграется вы поймете что да хорошо что я вложил деньги хорошо что я услышал про этот проект там не важно что у вас там будет дата возможно это какая-то работа которая даже повышение зарплаты да то есть однозначно это будет у вас на следующей неделе это возможно даже небольшие финансы да то есть это немного но с потенциалом на рост вот так что однозначно хорошей хорошая неделя для того чтобы подумать все таки куда вам влаживаться да то есть через месяц вы действительно увидите результат так как это у нас были скорпионы да здравствуйте доброй ночи ольга ну что стрельцы посмотрим стрельцы на следующую неделю на что нужно обратить внимание по финансовой части то вот что будет вот такой на следующей неделе для вас очень важная для стрельцов финансы то на что обратить внимание для стрельцов стрельцы у вас конечно очень такой хороший расклад да вы захотите как бы вкладывать большие деньги да то есть это не идет речь чем-то таком маленьком да вот как допустим было в предыдущем раскладе здесь действительно хочется сделать вложение возможно даже вложить крупную сумму денег в какую-то даже фирму да или в какую-то государственное учреждение вот вот именно то что связано даже вот именно с государственной какой-то сферой да вот но как карты говорят вы возможно не решитесь то возможно где-то побоитесь не доверитесь то вот такой вот момент есть поэтому вот следующую неделю да продумайте не знаю то есть как бы сделайте просто план продумайте но не вкладывайте да сейчас я раскрою да и знаете почему не вкладывайте потому что туда куда вы возможно думаете вложиться да это будет не как бы не будет у вас там какого-то роста возможно это даже вы думаете ну хорошо там я там не сейчас верну эти деньги верну потом но это для семьи да то есть как бы у вас вот такие планы сделать вложение именно для вашей семьи но не делайте это на следующей неделе деньги у вас есть вы хотите их вложить но подождите потому что вложение действительно для вас очень важны важны для ваших там я не знаю детей внуков родственников не важно но это однозначно семья вот поэтому однозначно нужно будет подождать на следующей неделе не надо здесь нужно все таки все пересмотреть так это у вас были стрельцы посмотрим что у нас у козерогов там финансы на что нужно обратить козерогам сфере финансов так интересно я даже покажу а у меня можно показать можно смотреть у меня король пентакли рыцарь пентакли и вот и мир да и это для меня как как карты да вот вы вложите 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 большую сумму захотите вложить возможно даже эти ну как бы получите даже какие-то возможно проценты очень быстро да то есть действительно вложение будет вложение будет крупное и вам нужно прям вкладываться да вы прям хотите вложить деньги и это ваше да вот это ваша неделя когда действительно желая у вас будет просто исполняться самое интересное что опять же даже те же козероги хотят вложить на следующие недели деньги именно в семью и у них это получится да то есть у стрельцов было да хотят вложить но пока не надо надо подождать вот у козерогов да вы знаете и все равно у нас козероги они такие можно сказать да очень даже приземленные вот и вам действительно нужно будет на следующей неделе подумать о своем финансовом положении подумать куда вы ложитесь что вы будете делать здесь даже приобретение хотите крупные хотите мелкие да то есть однозначно с финансами у вас на следующей неделе будет все прекрасно только знайте что вы делаете да то есть потому что вы действительно человек который хочет ну как бы получить опять же получить сразу что-либо да обратно да вот что ну вот как бы вложите много и хотите сразу хоть что-то получить обратно да вот какой-то даже процент но очень интересно вот мы тут за финансы и нам сразу все пентакли ну что следующее у нас водолеи что нужно обратить водолея на что нужно обратить внимание на следующей неделе на финансы ну что у водолеев можно сказать на следующей неделе по финансам не все так красочно да почему это говорю потому что у нас выпала рыцарь чаш да вы все таки посмотрите на какие-то на свои финансы немножко реально да не через розовые очки потому что ту информацию которую вы получаете да она возможно 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 и в нас как бы ну призывая да ну прими уже решение что ты будешь делать уже вкладывание вкладывая покупая не покупает а вы все таки не спешите да то есть прямо вас будут как бы направлять на это да вот принять вот это решение вот но сейчас да послушайте принять решение для того чтобы вложить куда-либо деньги да во что-либо но вы пожалуйста сначала подумайте если захотите вкладывать да то это лучше влаживать деньги именно ну вот именно в работу да то есть это возможно ваша фирма это возможно если вы получите зарплату вы ее можете вложить так чтобы что-то вернулось я не знаю но вот какой-то такой момент то есть есть вложение вот и так но деньги должны вот эти которые вы вложите да вот нужно они должны работать да не просто там купить там я не знаю диван да и чтоб он просто стоял нет все что вы захотите вложить вот эти деньги должны работать они должны просто лежать под подушкой вот это будет как бы важный момент но так же как я уже сказала да у нас есть то есть момент розовых очков да то есть нельзя обмануться почему потому что карты показывают вы можете потерять все поэтому обязательно спрашивайте просите какую-то информацию именно финансовую для того чтобы вы знали да хорошо я сюда могу вложить я отсюда что-либо получу потому что если не будете собирать эту информацию просто доверитесь как говорится все информационное собрать да и принять именно такое решение не просто я там что-то услышал вон туда можно вложить и это получить да возможно потеряете все вот потому что вас действительно система запущена на то чтобы получали финансы то есть у вас этот есть момент и именно деньги которые будут работать на вас то есть работать на вас в том смысле что вы будете получать какие-то также не знаю возможно это же проценты потому что как бы деньги должны работать там у водолеев не лежать под подушкой ну хорошо у нас следующие это рыбы посмотрим что уровень на что им нужно обратить внимание на следующей неделе да по поводу финансов на что нужно обратить внимание рыбы рыбы ну что у рыб конечно есть момент когда они просто захотят каких-то подарков есть какие-то мелочи которые они будут получать или возможно приобретать да то есть этот момент есть и почему потому что он они вы знаете вот если они захотят что-либо вложить то это возможно даже и не деньги хотят тут четко показали да что вложение денег небольших и вы знаете все их не вложение они возвращаются то есть что-либо они если они что мелочь вложили да немного им это вернется да то есть для каждого по-разному до смотря кто что вкладывает так как мы смотрим финансы здесь естественно финансовый момент и вы знаете даже их не вложение она даже вообще небольшое во первых она окупается вот и даже укрепляется да то есть не знаю давайте скажем так купили там лотерейный билетик за рубль получили два вот и они стали такие более стабильные эти два рубля то то есть как бы все равно вы получили но это и так образно да у каждого там как бы свои деньги да это вот и вы знаете потихонечку вот так вот у них все конечно будет ну слаживаться собираться до укрепляться так что рыбки могут что-то вкладывать небольшое немного но вкладывать на что теперь у нас следующий овны посмотрим овны на что нужно обратить внимание там вот на следующей неделе финансовое положение там все что связано с денежками с вложениями я овны ну что вы конечно будете вкладываться и вкладываться в семью там то есть вам захочется купить что-то семье приятное не только семье то захочется себя любимых побаловать вот и вы знаете это правильный путь если даже это пускай будет небольшая вот что-то вот маленькая да вот но это будет и вам приятной семье ваши приятные вашим близким потому что вы сами по себе такие люди которые знают себе цену знают цену деньгам да и правильно вкладывают а вот именно перед тем как что-либо купить действительно что обдумывают то вот взвешивают все то есть такие моменты когда мы хотим и себе и близким да вот как карты показывают вот это действительно ваш ваш путь то вот правильный путь на следующую неделю да то есть и взвешивайте обдумывайте что будет важно на данный момент куда лучше вложиться вот это вот очень будет важно для вас и вы конечно на следующей неделе действительно вложите все правильно ну что следующий у нас тельцы посмотрим что на что нужно обратить внимание тельцам ну что тельцы что вам сказать есть момент обмана да то есть обман в чем я бы на вашем деньги на вашем месте смотрела проверяла те же сдачи то есть проверяла бы товары все что вы покупаете куда вы вкладываетесь вот если вы там я не знаю хотите что-либо купить до соберите информацию потому что и и смотрите чтобы информация была про этот продукт или в ваше вложение именно действительно и потому что есть и негативная информация и есть действительно самообман а вот или вас обманут то есть здесь конечно вы обязательно расспрашивайте да спрашивайте узнавайте информацию то есть не знаю спросите что-либо если даже пошли в магазин да перед тем как я не знаю купить йогурт посмотрите на дату но то есть здесь даже абсолютно что-то мелкое такое может быть и возможно небольшой но какой-то вот обман у нас есть потому что на вот этом вот на этом обмане да на вот этом такое вот оно неприятное можно как бы немножко потерять денег да они вроде бы небольшие но это будет просто неприятно так что обратите пожалуйста тельцы обязательно на это на следующей неделе то есть здесь крупные покупки лучше вообще не делать и карты показали то есть крупного ничего нету все такое мелкое вот поэтому обращайте на это внимание чтобы достоверная информация была не обманчиво это тоже очень важно так следующий у нас близнецы что посмотрим что у близнецов на что нужно обратить внимание на следующей неделе по поводу финансов вложений ну что близнецы а вы должны конечно обратить очень очень такое ваше внимание как вы раньше это всегда делали то подойти именно к финансовому вопросу со всех сторон все обдумать возможно подождать с какой-то серьезной серьезной покупкой да даже то что вы хотели допустим приобрести да уже вы готовы ну подумайте может быть я не знаю тут холодильник который вы хотите купить вот может он еще поработает а если уже никак совсем нужно да вот прям вообще сделать вложение да то есть обдумайте да здесь вам прям надо включить вот этот вот как говорится ваш ваш ум логику да все хорошо обдумать при любой покупке что-либо вы не покупали потому что вам захочется сделать вложение на какую-то вещь или вложить деньги это уже не важно то что вы с ними будете делать вот но это для вас должно быть такое надолго вам прям нужно вот эти вот вложения до чтобы вы знали что если я вложу я получу что-либо да вот как раньше возможно вы уже делали какие-то вложения и надеетесь на то что он его также проиграется да вот поэтому обязательно подходите к этому очень так серьезно да так теперь у нас раки по моему раки все у меня уже вылетел из головы кто тут со мной напишите пожалуйста раки по моему раки должны быть я пока настроить на раков а ну вот ольга у нас рак ну давайте ольга рассветут со мной я сейчас спрошу могу ли я вообще для вас смотреть такой вопрос ольга посмотрим удастся ли ольги заплатить за квартиру на следующей неделе посмотрим ольга удастся ольга очень интересно да вам удастся заплатить за квартиру но на данный момент почему то то ли вы ждете денег да то есть на данный момент их почему то нет вот есть такой момент что вы ждете каких-то то ли выплату ли чего да то есть именно вот ну удастся заплатить то есть конечно вы переживаете очень сильно но возможно вам нужно все таки постараться не так уж очень переживать вот потому что вас действительно получится у нас была ольга так что посмотрим сейчас для всех раков да на что нужно обратить внимание возможно и для вас ольга сейчас будет сразу подсказка раки на что нужно обратить внимание по поводу финанс да ждете документы но вы знаете очень интересная карта выпала такая то вот у нас рак да и как бы для всех раков так однозначно все что там как бы финансовые моменты все получится почему я говорю так потому что у нас есть как тройка чаш то вот это вот все таки радость да куда бы я не вложил чтобы я не купил то у вас видите вас вообще получается заплатить за квартиру а здесь знаете вот радость новоселье да вот и все все таки по справедливости так вот если будут какие-то моменты да есть конечно моменты что те вопросы которые как бы проходят четко да вот они все пройдут а если где-то есть какие-то сомнения или что-то как бы ваши вложения вроде бы все должно получиться да вроде бы все хорошо но нужно обратить на что-либо внимание да почему потому что карта сомнений потому что карта как бы неуверенности да все таки вот 50 на 50 то есть справедливости здесь специально раскрыла и не вижу такого момента что да все четко то есть однозначно надо обратить внимание конечно любой ценой хочется сделать вложение хочется что-либо получить вот но это все у нас колеблется вот поэтому обратите на это внимание на ваши вложения на ваши деньги потому что все что у вас там есть да ваши вот денежки ваши вложения это как бы для вас очень важный момент вы хотите получить желаемое да вот и вы получите но обращайте внимание на какие-то моменты которые находятся вокруг вас то потому что да потому что вы знаете когда у нас есть такой момент мы вроде бы все можем все знаем очень самодостаточные да у нас все вроде бы есть как бы все и рост и развитие и наши денежки как бы вкладываются четко мы получаем результаты но мы все равно переживаем да то есть у нас вот это вот эмоция у нас вот эти вот вот это вот состояние все равно есть когда мы просто переживаем за наши деньги вот но победа все равно за вами так что вы на следующей неделе все равно здесь победите чтобы не случилось будут какие-то моменты да вот так что обращайте на эти моменты внимание так это у нас были раки следующий у нас львы ну что на что вам нужно обратить внимание на следующей неделе на ваши финансовое положение на что очень интересно на что вам нужно обратить внимание дорогие львы обратите пожалуйста внимание на те деньги которые вам достались действительно по наследству те деньги которые там я не знаю вы отложили на что-то там для семьи потому что вам захочется просто запланировать какую-то поездку захочется вложиться в какую-то поездку но возможно вы не сможете это сделать на следующей неделе потому что они ну как бы вроде бы деньги есть поездку запланировали да здесь четко поездка показалась вот но нужно будет какие-то нюансы нужны будут какие-то вопросы которые еще непонятные которые нужно будет решить поэтому планируете можете даже уже подумать куда вы хотите поехать куда вложиться возможно это какой-то проект который не вашей там стране или в другом городе вот но денежки это вы вложите а возможно еще только на следующей неделе выясните какие-то моменты поэтому не спешите так теперь у нас девы посмотрим на что нужно обратить внимание делом на следующую неделю по финансовым вопросам на что нужно обратить внимание как интересно каждые карты выпало сразу ну что на что вам нужно обратить внимание вы конечно очень очень переживаете переживаете за деньги переживаете за любую да за каждые как говорится за каждую монетку вот но можете не переживать почему потому что на следующей неделе вы сможете влаживать деньги влаживать деньги и получать получать действительно как сказать получать какие-то там то есть что-либо обратно и даже покупки которую вы совершите да то есть тоже нужно конечно да будет прямо знаете а есть захотите что-либо приобрести купить да то есть это у вас прямо будет как по плану и вещь выберите или предмет или не знаю вложение сделайте именно правильное да вот возможно это вы решите только концу недели потому что в начале недели однозначно будете переживать делать не делать да вот вот такой вот момент переживательный у вас будет но если сделать все по умному вложиться именно честно да то есть какой-то даже проект но это все должно быть четко честно да вот тогда вы действительно концу недели у вас будут знаете вот можно потом просто успокоиться сказать ну какой я молодец я все сделал правильно правильно вложил вот и получу как бы свой результат так что да теперь у нас весы остались так посмотрим на что нужно обратить внимание для всех весов там именно на финансы на вложение если на что нужно обратить внимание ну а что я вам скажу так вот вы у нас весы и у меня умеренность выпало так то есть вы естественно такие которые сто раз подумать сто раз взвешивает вот и вы знаете правильно делаете потому что на следующей неделе именно вложение вам делать не нужно то почему не нужно потому что все ваши вложения которые вы сделаете да какие-то покупки вот это все будет для вас возможно неприятный сюрприз то есть лучше не вкладывайте не нужно вкладывать потому что это будет однозначно решение которое будет принято сгоряча до вложение какой-то крупной суммы а после того как вложить из-за будете просто очень долго ждать результата там поэтому не вкладывайте вот вы как до этого поступали так что вы продумывали да делать не делать взвешивали все эти моменты да вот так так и продолжайте вот не стоит делать вложение это у нас были весы ну что дорогие я заканчиваю если есть у кого-то еще какой-то вопрос пишите я просто не вижу сколько нас кто меня смотрит вот ольга вы обязательно отпишитесь что у вас будет на следующей неделе потому что да ну какие то будет все равно моменты у вас да то есть вы сомневаетесь и сомнения действительно у вас есть как бы в чем там вопрос будет просто интересно дайте нам обратную связь вот ну что я вижу вопросов нет я буду заканчивать желаю вам всем прекрасного времени суток для кого очень интересно какая-то определенная тема напишите пожалуйста в комментариях под видео либо заходите на наш телеграм-канал любовь и финансы вот и рассказывайте как у вас проигралась неделя давайте обратную связь потому что обратная связь всегда очень интересно как бы для меня и естественно думаю что вам тоже интересно рассказать даже если что-либо не проигралась знаете она бывает такие моменты как это может позже проигралась то то есть так как это все равно общие расклады а вот это не всегда сто процентов и не забывайте пожалуйста что что карты говорят да то информация которую я для вас считываю с нами естественно четыре стихии но и также пятая стихия это вы да то есть вы однозначно принимаете свои решения вы принимаете вы делаете выбор и это самое главное вот ну все на этом я заканчиваю встретимся с вами на следующей неделе всех благодарю все пока 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 Продолжение следует...